Здравствуйте! Сегодня я представляю вам еженедельный гороскоп для всех 12 знаков зодиака. Начнем с овнов. Для людей овнов на этой неделе могут быть взлеты и падения. Результаты вашей тяжелой работы и усилий могут оказаться меньшими, чем ожидалось, что приведет к некоторому беспокойству и разочарованию. Однако такая ситуация продлится недолго, и выходные позволят сосредоточиться на карьере, бизнесе и жизни. В это время могут возникнуть разногласия с членами вашей семьи по определенному вопросу. Могут возникнуть некоторые препятствия в приобретении наследственной собственности. В этот период важно избегать принятия решений в гневе или разочаровании. Будьте осторожны за рулем, так как существует риск несчастных случаев. В середине недели студенты, готовящиеся к конкурсным экзаменам, могут обнаружить, что их внимание отвлечено от учебы. Но успех вероятен при настойчивых усилиях. Работающие женщины могут столкнуться с трудностями при балансировании работы и семьи. Избегайте принятия поспешных решений в романтических отношениях, поскольку поспешность принятия решений может привести к осложнениям. Берегите свое здоровье и здоровье своего спутника жизни. Теперь перейдем к цельцам. Неделя принесет удачу цельцам. Вы можете получить благоприятные новости, связанные с вашей карьерой и бизнесом. Работающие люди могут получить перевод или продвижение по службе в желаемое место, а студенты, готовящиеся к экзаменам, могут получить положительные новости. Бизнесмены, вероятно, увидят значительную прибыль, а планы по расширению бизнеса будут успешными. Сотрудничество с влиятельными людьми, связанными с правительством, может принести вам возможность для получения прибыли. Это благоприятное время для тех, кто работает по заказам и договорам. На вашем пути может появиться крупный проект. Работающие женщины получат ожидаемую поддержку от старшего поколения и коллег, что повысит их эффективность в офисе. Середина недели может принести приобретение чего-то восхитительного, приносящего удовлетворение. Мероприятия на выходных, такие как пикники, могут появиться на горизонте. Романтические отношения будут благоприятными. В них преобладает любовь и гармония. Позитивные новости, связанные с детьми, могут повысить ваш социальный статус. Наслаждайтесь счастливыми моментами со своей семьей в этот период. Теперь поговорим о близнецах. Неделя очень благоприятна для близнецов. Ваша работа будет выполнена вовремя и правильно, что принесет удовлетворение. Вы будете работать с удвоенной энергией, а ваши лучшие друзья и старшие окажут полную поддержку. Ваша близость к начальнику усилится, и благодаря его благосклонности вы можете получить значительные обязанности. Для работающих лиц могут открыться дополнительные источники дохода, что приведет к увеличению и накоплению богатства. Имущественные споры будут решены, и родовое имущество может быть приобретено. В юридических вопросах может быть благоприятное решение, либо оппоненты могут искать с вами компромисс. Середина недели открывает возможности для карьерных и деловых поездок, которые будут приятными и полезными. Для бизнесменов, занимающихся зарубежной деятельностью, это чрезвычайно благоприятное время. У них может возникнуть важный контакт и контракт. Вы получите положительные новости. Большинству домохозяек будут активно участвовать в молитвах, ритуалах и благоприятных мероприятиях. Романтические отношения могут перерасти в брак, и члены семьи могут принять ваши отношения. Супружеская жизнь и здоровье останутся нормальными. Еженедельный гороскоп для людей с инцидентом в раке. Ожидается, что неделя будет неоднозначной для раков. Необходимо контролировать свой ум и речь. Избегайте принятия решений, связанных с вашей карьерой и бизнесом. Или не поддавайтесь эмоциям. В противном случае вы можете пожалеть об этом позже. В этот период с осторожностью обращайтесь с задачами, связанными с документами. В середине недели могут наблюдаться чрезмерные расходы на ремонт и отделку дома, что приведет к проблемам с бюджетом. Могут возникнуть некоторые бытовые проблемы, вызывающие стресс. Однако ваши лучшие друзья и спутники жизни окажут поддержку и помощь в преодолении трудностей. В романтических отношениях могут быть взлеты и падения, которые могут привести к недоразумениям. Будьте осторожны, создавая ненужные конфликты с своими любовным партнерам, так как это может вызвать у вас чувство грусти и беспокойства. Общайтесь для решения проблем в романтических отношениях. Середина недели может оказаться непростой для бизнесменов. Они могут столкнуться с жесткой конкуренцией на рынке за сохранение своей доли рынка. Соблюдайте осторожность при совершении финансовых операций. Поговорим о львах. Начало недели будет очень благоприятным для львов. Вы можете получить важные хорошие новости, создающие атмосферу радости в вашем доме и семье. Есть ли возможность спланировать поездку в туристическое место и это путешествие окажется приятным и интересным. Работающие люди успешно справятся даже с самыми сложными задачами с помощью своих лучших друзей и родственников. Ваша отличная работа в офисе будет оценена по достоинству, а старшие окажут полную поддержку. Благодаря их благосклонности велика вероятность роста как вашего карьеры, так и положения. На вас могут возложить серьезные обязанности на рабочем месте. Безработные могут получить привлекательные предложения о работе. Период середины недели весьма благоприятен для бизнесменов. В это время вам могут стать доступны заблокированные счета на рынке, что приведет к финансовой выгоде. Будет прогресс в делах. Время и время благоприятны для тех, кто занимается партнерским бизнесом. Повысится влечение к противоположному полу. Недавняя дружба может перерасти в романтические отношения, а существующие любовные связи углубятся. С вашим спутником жизни воцарится любовь и гармония. Середина недели представляет возможность посетить религиозные места. Принимая важные решения, связанные с семейными делами, вы будете получать поддержку и помощь от своих родителей. Итак, поговорим о девах. Начало недели будет чрезвычайно благоприятным для дев. С помощью друга или влиятельного человека вы сможете успешно выполнить предстоящие задачи. В течение этого периода вы можете получить застрявшие средства от организации или частного лица. С точки зрения бизнеса неделя будет для вас весьма благоприятной. Предпринятые в связи с этим поездки и принятые решения принесут значительную пользу. В середине недели вы можете заключить крупную сделку. Политики могут получить важные обязанности, а их влияние и поддержка среди людей возрастут. В финансовом отношении неделя выглядит для вас весьма многообещающе. Работающие по найму люди могут искать новые источники дополнительного дохода, что приведет к увеличению их банковского баланса. Большую часть времени молодое поколение проведет в досуге и развлечениях. В этот период есть возможность почувствовать в значимом общественном и религиозном мероприятии. Ваша личная жизнь вполне благоприятна, с повышенным влечением к противоположному полу. Недавняя дружба может перерасти в романтические отношения, а существующие любовные связи углубятся. Ваши отношения со спутником жизни будут наполнены любовью и пониманием. Среди недели подходит для посещения религиозного места. При принятии важных решений, связанных с семейными делами, вы получите поддержку и помощь от своих родителей. Теперь давайте узнаем, какой же будет неделя для весов. В начале недели будьте осторожны, сталкиваясь с любой сложной ситуацией. Могут возникнуть трудности, связанные с офисной работой, и в этот период ваши противники могут проявлять активность. Однако вы успешно преодолеете все препятствия с помощью своих лучших друзей и старших. Если вы бизнесмен, вам возможно придется внести существенные изменения в свои бизнес-стратегии. Чтобы избежать каких-либо значительных потерь или неприятностей, вы должны доверять другим и иметь веру при принятии решений. Кроме того, будьте осторожны, чтобы не причинить вред другим ради собственной выгоды. Работающие женщины могут столкнуться с некоторыми проблемами при совмещении своих офисных и домашних обязанностей. Плохое здоровье дорогого члена семьи может стать причиной для беспокойства, а в офисе может сохраняться напряженность на работе. Среди всех этих проблем крайне важно позаботиться о своем питании и распорядке дня. В противном случае у вас могут возникнуть проблемы со здоровьем, такие как проблемы с пищеварением или бессонница. В середине недели вы можете успешно решить споры, связанные с родовым имуществом, с помощью влиятельного человека. Будьте осторожны и осторожно делайте шаги вперед в своей личной жизни. Уважайте чувства своего любовного партнера, чтобы укрепить ваши романтические отношения. В трудные времена ваш спутник жизни будет рядом с вами, как тень. Итак, гороскоп для скорпионов. В начале недели на работе может быть немного больше напряжения и по некоторым вопросам могут возникнуть конфликты со старшими и младшими коллегами. Однако необходимо приложить все усилия, чтобы избежать подобных ситуаций. Воздержитесь от участия в тривиальных офисных сплетнях и сосредоточьтесь на сотрудничестве со всеми для выполнения своих задач. В финансовом отношении ситуация может быть не очень благоприятной. Будьте осторожны при совершении финансовых операций и тщательно подумайте, прежде чем давать деньги взаймы или инвестировать в какую-либо схему. В противоположном случае вы можете пожалеть об этом позже. В середине недели рабочая нагрузка в офисе может резко возрасти, что потребует дополнительных усилий и самоотверженности для своевременного выполнения задач. В этот период могут потребоваться деловые и карьерные поездки. Берегите свое здоровье и вещи во время путешествия, чтобы избежать как финансовых потерь, так и физического дискомфорта. Если вы планируете продажу или покупку недвижимости, избегайте принятия поспешных решений. Прежде чем заключать какие-либо сделки, проанализируйте со своими доброжелателями и членами семьи. В вашей личной жизни могут возникнуть некоторые проблемы, и вмешательство третьего лица может разрушить ваши отношения. Проблемы, связанные с вашими детьми, также могут быть источником беспокойства. Что касается стрельцов, в начале недели для достижения желаемых благ и успехов необходимо избегать лени и гордыни. Если вы не воспользуетесь возможностями и разумно распорядитесь своим временем, вы можете пожалеть об этом в будущем. В офисе старайтесь выполнять работу вовремя и соблюдайте осторожность. В противном случае вы можете не только навлечь на себя гнев начальника, но и повлиять на свой имидж. Студентам, готовящимся к конкурсным и общим экзаменам, потребуется особое усердие, чтобы добиться желаемого успеха. А тем, кто стремится получить работу, следует быть осторожными, чтобы не упустить ни одной возможности. В середине недели может возникнуть недопонимание с членом семьи по какому-то вопросу. В это время, принимая решения, связанные с семьей, уважайте чувства своих родственников и не упускайте их из виду. Бизнесменам следует действовать с большой осторожностью. Принятие обоснованных решений, связанных с бизнесом, может привести к желаемым выгодам и успеху. В условиях напряженной работы очень важно заботиться о своем здоровье, так как старый недуг может проявиться снова, или вы можете стать уязвимым для сезонных заболеваний. Любовные отношения останутся стабильными, хотя могут возникнуть некоторые опасения за здоровье вашего спутника жизни. Для козерогов начало недели окажется гораздо лучше и благоприятнее. В это время постарайтесь расставить приоритеты для важных задач. Если вы сосредоточитесь на карьере и бизнесе, вас ждет успех, и вы получите полную поддержку и помощь от людей. Студенты, готовящиеся к конкурсным экзаменам, могут получить хорошие новости. Приход любимого человека в семью может создать радостную атмосферу дома. Могут возникнуть возможности для внезапного пикника или паломнического тура. Бизнесмены, застрявшие на рынке, могут высвободиться, что принесет им чувство облегчения. Это время будет весьма благоприятным для иностранных бизнесменов. Однако, занимаясь финансами или делая инвестиции в середине недели, будьте осторожны и советуйтесь с доброжелателями, прежде чем принимать какие-либо решения. В любовных вопросах могут возникнуть недопонимания с вашим любовным партнером по какому-то поводу, и в его разрешении может оказаться весьма полезным человек противоположного пола. Действуйте осторожно в любовных отношениях и делайте шаги вперед осмотрительно. Чтобы сохранить семейную жизнь счастливой, уделите немного времени своему спутнику жизни. Для водолеев в начале недели может развернуться множество ситуаций. Ваше здоровье может стать помехой для запланированных действий. В этот период вы можете столкнуться с физическим дискомфортом из-за появления сезонных заболеваний или существующих проблем со здоровьем. Крайне важно не только соблюдать диету и распорядок дня, но и не пренебрегать какими-либо физическими упражнениями. В противном случае вам может потребоваться посещение больницы. Вы можете столкнуться с некоторыми проблемами не только с точки зрения здоровья, но и в отношениях. К любому вопросу с членами семьи желательно подходить смиренно и работать над его решением с пониманием. В противном случае могут возникнуть осложнения. В вопросах любви действуйте осторожно и уважайте чувства партнера, чтобы укрепить отношения. Избегайте любого притворства в любовных отношениях. В противном случае вы можете столкнуться с некоторыми трудностями. Будьте осторожны за рулем, чтобы предотвратить несчастные случаи. С финансовой точки зрения у вас могут возникнуть взлеты и падения, хотя такие ситуации временные и не продлятся долго. Чтобы избежать каких-либо проблем на рабочем месте, работающим людям следует поддерживать хорошие отношения со старшими и младшими. Теперь о рыбах. Начало недели, скорее всего, произойдет прогресс и успехи, хотя и медленными темпами. Те, кто прилагает усилия в зарубежных странах для своей карьеры и бизнеса, постепенно преодолеют препятствия на своем пути. С помощью друга или влиятельного человека вы добьетесь успеха в карьере и бизнесе. Если вы подумывали об изменении своей работы, вы могли бы получить предложение от организации. Однако при принятии подобных решений желательно посоветоваться со своими доброжелателями. В середине недели значительную сумму денег можно потратить на что-то, связанное с роскошью и комфортом. Мечты о продаже и покупке недвижимости могут материализоваться в этот период. Могут быть планы семейной поездки в туристическое направление, что сделает путешествие приятным и интересным. Здоровье старшего члена семьи может стать серьезной причиной для беспокойства в середине недели. Возможно разногласия с братом или сестрой по бытовому вопросу, но с помощью старшего члена семьи они быстро разрешатся. В плане любовных отношений дела обстоят благоприятно, появится возможность провести приятные моменты со своими любовными партнерами. Супружеская жизнь останется радостной. Будут поводы для смеха и счастья в кругу семьи. Все эти предсказания являются общими предсказаниями и результат может различаться для разных людей в соответствии с картой их рождения и расположениями планет в карте.